Курмангалит Ургумбаев Каждый продавец хвалит свое. Башкирия по традиции предлагает мед и масло. Как уверяет Антонина Ворошилова, все с экологически чистых территорий. Привезли вам с экологически чистого района медочек, маслица, сало соленое, деревенское мясо, масло нерефинированного холодного отжима. Конечно, пониже цены и очень хорошие натуральные домашние продукты. Поручение главам территории области организовать ярмарки, чтобы обеспечить южноуральцев качественной продукцией по доступным ценам, дал губернатор Борис Дубровский. Златоустовские власти предложили дату и место. Предприниматели с радостью откликнулись и цены снизили. Услышали и решили приехать, продать товар, людям сделать приятное, к Новому году нарядить. Все подешевле, потому что остались пальто по одному размеру и цену сбросили, как на ярмарке. Одежда, игрушки, рыба, мясо самых разных сортов. Большинство продавцов не из златоуста. Почему-то местные предприятия, хлебокомбинат, молокозавод, производители мясных полуфабрикатов и другие выставляться не стали. Хотя именно продукты пользовались на ярмарке наибольшей популярностью. Свой выбор покупатели объясняли просто. Ну, ярмарка, конечно, нужна, но в основном-то тут, видите, за мясом люди стоят. В основном моста, отряпки эти. А почему, как вы считаете, в основном за мясом? А потому что продукт питания сейчас играет главную роль, чем то, что оделся я вот с Советского Союза еще и хожу, а мясо-то я каждый день ем. Тем, кто не успел на эту ярмарку, расстраиваться не стоит. Она будет не последней в уходящем 2014 году. Еще одну обещают провести 27 декабря. Ассортимент производители представят примерно такой же. А вот только какие будут цены останутся на сегодняшнем уровне или изменятся, остается только гадать. Редактор субтитров А.Семкин